Давным-давно в не такой уж и далекой галактике жил-был Джон Ван Каннигем. Учился он на медицинском факультете того самого УКЛА, или UCLA, университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, где 29 октября 1969 года родился интернет, если таковой датой считать день, в которой через ARPANET было передано первое слово. Казалось бы, какая связь между медфаком и интернетом? В общем-то никакой. Но на то он и университет Калифорнии, чтобы вся самая крутая компьютерная техника чаще всего встречалась именно там. Студент Каннигем именно в университете познакомился с компьютером Apple II, который его сразу и захватил. Джон ничего не понимал в программировании, не имел никаких знакомств в тогда еще очень маленьком и своеобразном мерке разработчиков софта и железа, а это были тогда практически одни и те же лица. Но то, что он видел на экране и что получал нажимая на кнопки, очень его завораживало. Без исходников, без документации, без учебных пособий, на чистом энтузиазме он стал разбираться, как работает машина, как работает написанный для нее код, как можно его взламывать, изменять и, наконец, дописывать, чтобы получать какие-то новые результаты. Студент-медик, начавший изучать компьютер с абсолютного нуля, в конечном счете написал свою собственную операционную систему, драйвер дисковода, драйвер звуковой подсистемы и еще много-много всего, включая графический движок для игры. В какой-то момент он понял, что, видимо, ошибся с выбором факультета и в конечном итоге поступивший на Медфак Каннигам выпустился из Университета Калифорнии с дипломом факультета информатики. В 1984 году, фактически сразу после выпускного, Джон решил, а теперь пора делать компьютерные игры и создал игровую студию вместе со своей женой Микаэлой, а также другом детства по имени Марк Колдуэлл, с которым они познакомились однажды за игрой в Dungeons & Dragons. Хм, кто бы мог подумать. Студия получила название New World Computing. Джон к этому моменту уже вовсю писал игру Might & Magic, а с Колдуэллом они какое-то время не виделись. Марк успел послужить в ВВС США, поработать то там, то там, а когда произошла их с Джоном почти случайная встреча, они разговорились о старых временах, и внезапно выяснилось, что Марк тоже увлекся этой ультрасовременной диковинкой под названием компьютер, и тоже увлечен играми на нем. Джон рассказал про свою задумку под названием Might & Magic, и Колдуэлл немедленно вскочил на этот поезд. Попрограммировать Might & Magic он успел только немного и в самом конце. Впрочем, конец этот был довольно длинным, ведь разработка шла целых три года, что для создания компьютерной игры в 80-х было просто чудовищно огромным сроком. И позволить себе такое могли только люди, у которых или бесконечно много денег, или они безоговорочно верят в успех своего проекта. В их случае было второе. Операционная система, написанная Каннигомом, здесь сыграла очень важную роль. Дело в том, что в те прекрасные времена, особенно хорошо это помнят пользователи Амиги, игры часто продавались на загрузочных дискетах, уже включавших некий DOS, или не включавших операционной системы вовсе. Для Apple II дисковая операционная система тоже была. Программы запускались преимущественно из нее, загруженной с дискеты, и она занимала довольно много оперативной памяти. Даже тупо таблицы размещения файлов, тот самый FAT, неплохо жрала ресурсы, и без того очень слабенького Apple II. Вот потому Джон и написал программу RWTS, что расшифровывается как Read-Write Track Sector, ставшую этаким драйвером дисковода, чтобы исключить дисковую операционную систему и ее FAT из цепочки необходимого софта. Драйвер позволял работать с данными на диске посекторно, вне парадигмы файлов и директорий, а просто. Картинка такая-то начинается на диске с дорожки такой-то сектора такого-то, и заканчивается столько-то секторов и дорожек спустя. И никаких имен файлов, никакой таблицы разделов и файловых систем. Очень прямолинейное управление носителем. Они просто брали лист бумаги, рисовали на нем сектора дискеты и закрашивали их карандашом, помечая таким образом, где находятся нужные им данные. Так и составлялась карта данных на диске. Без имен, без расширений, без форматов. Просто банальный размер смещения позиций, чтения головки диска и все. Так или иначе, игра Might and Magic, во многом выдавливавшая по крупицам абсолютно все, что можно было выдавить из Apple II, появилась на свет 1 июня 1986 года. И надо ли говорить, что это был шедевр? Не в последнюю очередь компьютерные издания отмечали именно богатство контента в этой игре. Это был все тот же старый добрый Dungeons & Dragons, но выполненный в виде трехмерной игры от первого лица. Впрочем, саму игру я обозревать не буду, вы и сами, скорее всего, все про нее прекрасно знаете. Сосредоточимся на истории компании. Джон, вероятно, знал заранее, а может только с окончанием разработки осознал, что его интересует только создание игры, а вот ее распространение, это ему было совсем неинтересно. Никто другой в его компании тоже не хотел этим заниматься, да и выбирать-то было особо не иского. Потому что весь его так называемый офис находился в доме его родителей, и компания состояла, по сути, из двух человек, его и Марка. Чем занималась Микаэла, сказать трудно. Скорее всего, она была не более чем бета-тестером и духовным вдохновителем, но я доподлинно этого не знаю. Пришлось искать издателя. А найти издателя, когда ты сидишь у мамы с папой дома и не выпустил еще ни одной игры, это такая себе задачка, даже если твой первый продукт уже шедевр. В результате Джону и компании пришлось таки опубликовать игру собственными силами. Именно так, в общем-то, и родился New World Computing, потому что издателю нужно название. Ну а когда продажи начались, и сарафанное радио разнесло весть о великолепной новой игре, потекли и деньги, подтянулись и издатели. Соответствующий контракт удалось заключить с молодой, но уже сделавшей себе на тайтлах для Atari 2600 компанией под названием Activision. Игра действительно оказалась весьма успешной. И вскоре появились ее порты под Commodore 64, macOS и, конечно, MS-DOS. Не заставил себя ждать и сиквел. Вторая часть Might and Magic Gates to Another World вышла уже в 88-м году для Apple II и MS-DOS сразу. В принципе, уже тогда Apple II был весьма устаревшим компьютером. Так что третья часть, которая вышла в 91-м году, уже не создавалась специально для него. Наоборот, первоочередной платформой тогда уже стал MS-DOS на IBM PC. А порты были сделаны для Mac, Super Nintendo и Sega Mega Drive. Третья часть получила современную VGA графику и совершенно новый движок, который потом еще долго использовался для последующих частей Might and Magic и некоторого количества спин-оффов. Но давайте вернемся чуть назад. В 1990-й год. Чтобы не зацикливаться на одной игре, NWC выпустила игру Nuclear War годом ранее, в 1989-м. Сделанную, в общем-то, специально для Амиги, но у нее был порт и под ПК. Это была сатира на тему ядерной войны. Побеждал тот, у кого осталось хоть немного населения, когда все остальные люди на земле были мертвы. Это была пошаговая стратегия, и она получилась весьма неплохой, поэтому в том самом 90-м году NWC решила выпустить и еще одну пошаговую стратегию под названием King's Bounty. Игра была про перемещающегося на своем коне героя по имени Король Максимус, который заходил в замки, собирал войско, встречал на своем пути орды врагов, воевал с ними, призывал их в свое войско, набирался опыта, и в конце концов он должен был победить своего заклятого врага по имени Арек Драгонбресс и отобрать у него скипетр власти. Игра была довольно откровенно слизана с игры Chaos The Battle of Wizards на ZX Spectrum, но тем не менее была по-своему уникальна и хорошо сделана. Эта игра с ввозимыми отовсюду компьютерами попала и в Советский Союз, где многим очень понравилось, и в связи с этим украинец Сергей Прокофьев с нуля написал к ней сиквел, который стал даже популярнее на территории современного СНГ, чем оригинальная игра. Игру он без затей назвал Kings Bounty 2, и лично я в нее играл в свое время очень много, хотя она казалась мне невероятно сложной. У этой игры никогда не было никакой версии, кроме русской, и за пределами бывшего СССР о ней, в общем-то, никто и не знал. Во всяком случае, до массового распространения интернета в середине двухтысячных. Скорее всего, именно поэтому в 2008 году российская компания 1С выкупила права на франшизу Kings Bounty и выпустила очередной сиквел к ней под названием Kings Bounty The Legend, хотя изначально игра вообще не имела никакого отношения к Kings Bounty и развивалась под рабочим названием Battle Lord. То есть, 1С сделала ставку не столько на популярность оригинальной Kings Bounty от New World Computing, сколько на популярность в России и ближайшем зарубежье игры Сергея Прокофьева, которая с юридической точки зрения вообще не имела права на существование. Но при этом странно, что все та же 1С в августе 2019 анонсировала новую игру под простым названием Kings Bounty 2, что с одной стороны совершенно логично, а с другой как бы отменяет все, что я только что нарассуждал. Ну, кто их знает. Собственно, важно-то здесь совсем другое. Джон, видимо осознавший, что Kings Bounty механически очень неплохая задумка, решил скрестить эту игру с популярной и успешной игрой Might and Magic, чье имя могло бы неплохо подстегнуть продажи такой пошаговой стратегии. Так, на свет появился, пожалуй, главный шедевр студии NWC Heroes of Might and Magic. Герои добавили еще больше стратегического элемента в Kings Bounty, потому что теперь замки можно было развивать, улучшать, защищать и захватывать чужие. Ну, что я вам рассказываю, вряд ли кто-то из вас не знаком с концепцией героев, не менявшейся как минимум до третьей части включительно. Эта франшиза была обречена на успех, хотя Каннигем все равно параллельно занимался и другими проектами. Уже было достаточно денег, был собственный офис, дополнительные разработчики, художники, аниматоры, одним словом, было чьими силами развиваться вширь. Собственно, и между 90-м годом выхода Kings Bounty и 95-м годом выхода первых героев студия тоже не сидела сложа руки, выпустив такие игры, как Fairy Tail Adventure, Tunnels and Trolls, Planet's Edge, Iron Cross и Zephyr. А также студия снова попробовала себя в роли издателя, только уже не своих игр, а сделанных другими студиями. В 1995-м году кроме первых героев вышли еще такие игры, как Wetlands и Anvil of Dawn. Все это было сделано не Джоном и компанией, но выпущено под брендом NWC. А сами NWC написали и выпустили игру Multimedia Celebrity Poker, за которую, по их же собственным словам, им совсем не стыдно, хотя игра особого успеха не имела. Очевидно, что им важно было попробовать новую технологию Full Motion Video, хромакея и необычного программирования всего этого дела. Ну а герои тем временем продавались как горячие пирожки. У Activision были не очень выгодные условия сотрудничества. Они хотели много денег, а за копии игры платить хотели не особо. И тогда NWC решили продаться подороже кому-нибудь другому. В это интересное время компания 3DO, о которой у меня есть и выпуск Титанов, и выпуск 16-бит, искала все возможные источники интересной интеллектуальной собственности и с удовольствием приобрела NWC себе. Вторая часть героев вышла уже под эгидой 3DO и получила под название The Succession Wars. Добавили героев и раз, но в целом это была все та же самая развитая King's Bounty. Первых героев тоже переиздали, на этот раз под Windows 95, а дополнение ко второй части под названием The Price of Loyalty, с которой, кстати, началось лично мое знакомство с этой серией, выпустили уже исключительно под Windows, оставив эпоху MS-DOS позади точно так же, как когда-то оставили позади Apple 2, с которого все и началось. Как ни странно, но основные шедевры этой студии были все еще впереди. С этого самого времени, за буквально одним-двумя исключениями, New World Computing в составе 3DO сосредоточилась исключительно на героях и оригинальном Might and Magic. В 1998 году вышла шестая часть Might and Magic, перешедшая на 2,5D-движок вроде Думовского, а в 1999 году миру представили Heroes of Might and Magic 3, которые и по сей день считаются большинством игроков лучшими героями во франшизе. Собственно, и про шестую часть Might and Magic говорят то же самое. Это был самый пик творчества студии, самый большой ее успех. С этого момента студия публиковала исключительно свои тайтлы и делала это исключительно сама. И все они были связаны только с мечом и магией. Ну, то есть с силой и магией. Ну, в официальной русской локализации герои всегда назывались меча и магией, хотя Might это ни разу не меч. А потом все, как это часто бывает в моих рассказах, полетело к черту. Каннигам продолжал искать новые пути развития своих идей и сел было за разработку Might and Magic Online, которая вполне могла бы стать первой популярной ММО-РПГ, опередив хотя бы тот же World of Warcraft. Но на доведение ее до ума у 3DO уже не было денег. Более того, 3DO деньги были нужны настолько, что больше у нее не было возможности давать NWC карт-бланш. Нужно было поторапливаться и срочно выпускать то, что купят хотя бы за одно только лишь название и шилдик NWC. А уж какого оно будет качества, интересовало менеджмент в последнюю очередь. Вышедшие в 2002 году герои Меча и Магии 4 были настолько недоделанными, что их не спасло даже громкое имя франшизы. Игроки с большим удовольствием покупали эдоны к третьей части, чем эту сырую поделку, которая вообще-то могла бы стать очередным шедевром. Были и хорошие идеи, была возможность закончить недоделанный код. Но нет, руководство 3DO не давало игре ни единого шанса на качество. Беда, как известно, не приходит одна. В том же 2002 году студия выпустила игру Might and Magic 9. NWC замахнулась на масштабную переделку франшизы и перевод ее на полностью трехмерный движок. Если вспомнить историю компьютерных игр, думаю, никто не станет спорить, что транзит из двумерности в трехмерность ни одной франшизе не дался безболезненно. Исключений очень мало, разве что Mario 64 в целом получился неуродливый, но даже id Software в целом не очень была довольна тем, насколько невыразительным казался Quake по сравнению с Doom. Хотя он и был полностью трехмерным в отличие от предшественника. Игра все равно получилась отличная, но трудно спорить с тем, что переход в полное 3D не сделал какое-то количество шагов назад, прежде чем стать мейнстримом. Что же до Might & Magic 9, то ее переход в полное 3D исключением не стал. Модели были уродливыми, инвентарь был не очень интуитивно понятный, а игровой процесс был существенно упрощен, чтобы это вообще все хоть как-то шевелилось. Собственно, и Каннигам больше не возглавлял разработку этой части игры. Это, вероятно, еще более веская причина, почему этой игре суждено было стать неудачной. На этом деньги у 3DO закончились, и она начала процедуру банкротства. Студию New World Computing попросту закрыли. Каннигам пытался выкупить ее у 3DO назад в собственные руки, но ему нужна была лишь основная ее часть, а 3DO не хотела пилить студию и продавать ее по кускам. В общем, Джону не удалось этого сделать. В результате права на франшизу Heroes of Might & Magic были проданы компанией Ubisoft, но она лишь только издавала последующие части игры. Описали их наши соотечественники, питерская игровая студия Невал. Именно они создали пятых героев и два идона к ним. А потом были другие разработчики, но это все уже не имеет к истории New World Computing никакого отношения. Студия перестала существовать, оставив миру геймеров очень крутое наследие, которое продолжает жить и даже с переменным успехом развиваться. Сколько было ремейков или попыток ремейков третьих героев с тех пор не сосчитать. Самая удачная из них, пожалуй, это HOMM3HD, в которую многие рубятся до сих пор. По ней проходят серьезные чемпионаты и жить ей еще видимо предстоит очень и очень долго. Что ж, покойся с миром New World Computing. Джону Каннигаму мы желаем дальнейших творческих успехов, но остальному еще только предстоит стать историей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова